Иосиф Оптинский Преподобный Иосиф Оптинский однажды заметил, что наша совесть похожа на будильник. Ведь когда будильник звенит, то человек, твердо знающий, что ему нужно идти на послушание или на работу, тотчас встает и делает то, что полагается. И поступая так, он и в другие дни всегда будет слышать звонок будильника. А вот если сразу не вставать, позволять себе еще немного подремать, поваляться и делать так на протяжении какого-то времени, то потом просыпаться по будильнику перестанешь и даже не будешь слышать его. Вот точно так же мы можем просыпаться от звонков нашей совести и бежать на работу внутреннюю, духовную, которую ни в коем случае прогуливать нельзя, поскольку от нее зависит наше спасение. Но можем и просыпать ее по уже укоренившейся привычке, не откликаться сразу на звоночки совести и потому постепенно переставая их слышать. Но как же тогда замечать в себе греховные наклонности? Как вести борьбу с тонкими, порой незаметными для нас страстями? Ведь враг рода человеческого, однажды соблазнив Адама и Еву, не успокоился. Он стремится уловить в своей сети душу каждого из нас. Но каждый ли из нас может распознать в себе проявления этих страстей, которые могут быть как неприметны, так и многоразличны? Сегодня мы заведем будильник, чтобы очнуться от страсти тщеславия. Если вернуться к нашему с вами методу рассмотрения Адама до грехопадения, и какая добродетель Адама превратилась в страсть, то мы должны сказать с вами о том, что противоположность этой самой страсти, то есть добродетель, которая была у Адама, это добродетель смирения. Если мы с вами откроем святоотеческие труды, то увидим, что противоположностью действительно тщеславия является смирение. И это очень разное духовное состояние. Вот мы с вами ведем разговор с Великим постом, и первая неделя подготовки к Великому посту – это как раз иллюстрация нашего сегодняшнего разговора с вами. В храм пришли два человека, один мыстрый, другой фарисей. И фарисей, казалось бы, благодарит Бога, но на самом деле охвастается перед Богом, какой он есть, на самом деле, хороший человек. Не такой, как все прочие люди, да? А мытарь, он признает себя грешником, себя виноватым, кается и просит милости у Бога. И Господь заканчивает эту притчу тем, что фарисей возносился и будет унижен, получается, кто сокрушался. Что сокрушался, он будет возвышен и оправдан Господом. То есть вот такая иллюстрация этих двух разных противоположных друг другу духовных состояний. И после грехопадения Адама, если даже внимательно вернуться все-таки к первым главам книги «Бытия» и посмотреть, как происходил этот процесс соблазна Евы, сатаной, который преобразился в змея, мы видим, что одно из искушений, которое предлагается Еве, это в том числе и стать как Боги. Вот если Адам и Ева, конечно же, до грехопадения имели в себе основу своей души смирения, очень важный добродетель, которая примиряла его с Господом, давала ему стремление выполнять волю Божию, стремиться еще больше к Богу, то в процессе соблазна что предлагалось сатаной? Стать самим как Боги. То есть на себя обратить это самое внимание. Себе искать славу не Богу, а себе. Но не только искание славы человеческой, не только желание земных и суетных почестей, характерны для страсти тщеславия. Ей присуще, как пишет святитель Игнатий, и хвастовство, и любление красивых одежд, вещей, экипажей, и внимание к красоте своего лица, приятности голоса, прочим качествам тела. Православному человеку бывает стыдно исповедовать свои грехи, и потому он пытается оправдывать себя, зато не стыдно прикословить другим, унижать, презирать их. Присущи этой страсти лицемерие, ложь, лесть, человекоугодие, зависть. И, как завершает святитель Игнатий, описание этой страсти, тщеславному свойственны бессовестность, нрав и жизнь бесовские. А раз так, то такому человеку совсем незачем искать в своей жизни Бога, и тем более славить Его. Сама мысль о подобном занятии приведет славолюбца в недоумение. Попробуйте сказать тщеславному человеку, что ему надлежит и здесь, на земле, и в вечности Бога славить и искать славы Его. Поймет ли он, о чем идет речь? И, кстати, мы должны обговорить очень важный вопрос, что значит искать славу Божию. Если мы будем сравнивать себя с ангелами, то мы сделаем большую ошибку. Ангелы действительно славословят Господа по учению церкви, и для них это смысл их существования, то мы славословить Бога, искать славу Божию в виде каких-то прославлений Господа какими-то своими поступками, сейчас не можем, потому что мы находимся совершенно в другом состоянии. Вот можно притчу привести, евангельскую, о пастыре добром, который оставил 99 непотерявшихся овец и делает усилия поиски для того, чтобы найти овцу потерявшуюся, то вот эта вот притча говорит о том, что та потерявшаяся овца – это человечество. Если 99 – это ангельские силы, то потерявшаяся овца – это человечество, то есть мы все с вами. И поиск славы Божией у этой овцы, то есть у нас – это находясь, осознав себя, что ты потерялся, кричать своему пастырю, то есть Господу Иисусу Христу, что мы потерялись и мы хотим жить, хотим спастись. И получается, что поиск славы Божией на практическом таком, не просто в общетеоритическом рассуждении, а практическом – это личная покаянная жизнь человека для спасения собственной души. Получается. И поэтому действительно становится понятным, почему только со смирением-то, собственно, и состыковывается, что если слава человеческая – это пустое, пустота, то зачем человеку к нему не стремиться? Он стремится к тому, чтобы приблизиться к Господу. И есть еще один очень важный момент, вот мы должны, наверное, упомянуть, хотя бы немножко о том, что святые отцы пишут нам, что смысл существования человека на земле – это обожжение. Хотя все мы призваны стремиться к осуществлению этого великого задания, обрести единение с Богом, стать богами по благодати, воспринять то неизреченное благословение, для которого Творец и создал нас, часто мы живем так, как будто этой высочайшей цели не существует. Господь создал нас для обожжения, но если мы забываем об этом, то просто затаптываем в землю всю нашу жизнь. Архимандрит Георгий, игумен Афонской обители святого Георгия пишет, «Мы слишком преданы земным попечениям. У нас может быть множество очень полезных и необходимых дел – учеба, работа, семья, финансовые хлопоты. И если во всех этих делах мы воспринимаем и используем мир евхаристически, как дар Божий, то все соединяет нас с Богом и становится ступенью к Нему. Но если мы не стремимся к единению с Богом, то все напрасно, все впустую. Обычно люди обманываются этими второстепенными жизненными задачами и обожжение не рассматривают как главную и первоочередную задачу. Временные цели поглощают людей и закрывают от них в суете и заботах то, что есть едино на потребу. Но сказал же Господь, «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. И путь в это Царство лежит через наше обожение, через стяжание благодати Святого Духа». Вот как преподобный Серафим говорил о стяжании Святого Духа, приводя пример с торговлей, что как купец что-то продает, что-то покупает, что-то приобрести необходимое. Также и этот самый путь поиска славы Божьей – это не просто разговоры, не просто какие-то благодарственные молитвы, хотя наверняка это очень важно в жизни человека, каждого верующего. Это не просто… Но это не показательное выступление. Господь не прославляется нашими какими-то выступлениями. Показательными. Перед другими людьми какой я хороший. Наоборот, получается, я себе. Это еще слава. И в Евангелии от Матфея говорит Господь, что досветит свет ваш перед людьми и, видя ваши добрые дела, прославит Отца вашего Небесного. Тут тоже очень важно отметить, чтобы мы правильно понимали прославление Господа и поиск этой правильной славы. что это не слава такая, что мы показываем всем, какой я добрый, потому что верующий. Тут не об этом Господь говорит. Он говорит о том, что путь выполнения заповедей – это путь покаяния. Первая заповедь. Покайте себя, приблизиваясь, Царствие Божие. Будьте смиренны, как я, говорит Господь. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, обрящите покой душам вашим. То есть это путь личного покаянного пути. А кто увидит добрые твои дела? Не потому что ты их покажешь, а потому что увидит, потому что мы все среди людей живем. Поэтому вот этот самый разговор о тщеславе, он касается не только людей знатных, не только артистов, не только власть имеющих, не только богатых людей. Он касается каждого без исключения человека, потому что эта страсть есть у каждого.